Сегодняшняя тема В прошлом году за аналогичный период пострадавших было 747, отметила Антыкова. Самыми неблагополучными, по оценке специалистов, в этом плане являются южные районы города, Пушкин, Павловск, Южное кладбище. При этом пик активности клещей, как и обычно, пришелся на первую декаду мая. Специалисты напоминают, что в случае присасывания нужно обратиться в травмпункт по месту жительства. Там можно сдать клеща на исследование на бесплатной основе, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхенджерия. Если окажется, что клещ был заражен энцефалитом, пациенту немедленно поступит вызов из больницы имени Боткина или 3-й детской инфекционной больницы, и специалисты начнут лечение. Что делать в случае присасывания клеща, можно узнать здесь. Роспотребнадзор будет настаивать на том, чтобы в следующем году в детские лагеря Ленобласти не принимали детей, не привитых от клещевого энцефалита. В этом году в лагеря уже не пускают школьников в случае отсутствия прививок от кори. Такие сведения журналистам сегодня озвучила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Елена Михайлова. Добавим, что в текущем году 27 тысяч петербуржцев сделали прививку от клещевого энцефалита.